Большое спасибо, профессор Тюляндин. Произошло за все это время, как в вашей, так и в нашей стране. Так что, действительно, тема моего выступления – это прецизионная медицина. То есть, такое может быть странное название, может быть, немножко слишком крутое, что называется. У нас не так много, казалось бы, достижений, чтобы претендовать на это. Но у нас большие перспективы есть. И мы надеемся, что они проведут нас все-таки к тому моменту, когда мы сумеем предоставить лучше лечение для каждого из наших пациентов. Итак, уважаемые коллеги, в конце 2014 года, если, например, кто-то бы посмотрел бы, например, в Медлайне вдруг, и решил бы, например, посмотреть, каков же алгоритм терапии для мелкоклеточного легкого. Вот, наверное, то, примерно, что он увидел бы, вот то, что есть в настоящий момент в нашей практике. Есть то, что мы называем 10-15% наших пациентов, у которых онкогенный драйвер был уже определён. И мне хотелось бы напомнить нам всем, что только в 2004 году мы сумели определить ИГФР-мутацию, как действительно ту мишень, которая в самом деле верна для выбора при выборе вида терапии. И только в 2008 году, менее 8 лет, собственно говоря, назад, менее 10 лет назад, мы сумели определить тот препарат, который оказался эффективным для этих 3 или, может, 4% аденокарцином с транслокацией ВАЛЬК. Для всех других пациентов с раком легкого основное разделение или определение, оно связывалось с гистологическими находками, поскольку, основываясь на результатах исследований, которые вот более 10 лет назад я проводил, когда пеметрексет, собственно, регистрировался, тогда мы признали в клинической практике, что не плоскоклеточная гистология, не только с точки зрения токсичности и со всех других, с точки зрения бевоцизумапа, понимаете, когда мы говорили про плоскоклеточный рак. То есть мы сказали тогда, что, наверное, гистология должна будет направлять выбор терапии, но ведь это в основном гистологические именно находки, в основном клинический отбор для бевоцизумапа. Что касается плоскоклеточной гистологии, конечно, я вовсе не хочу возвращаться ко всему этому длинному перечню клинических исследований, потому что это не является темой сегодняшнего обсуждения. Цель наша сегодня не столько обсуждать то, что было в прошлом, а посмотреть на то, что ждет нас в средней и такой более длинной перспективе. Итак, плоскоклеточная гистология, это было лишь начало, после дублетов с платины практически ведь ничего другого не было для того, чтобы можно было бы использовать для лечения наших пациентов на этом этапе. Совершенно правильно, что только действительно вот этот парадигма поддерживающей терапии, ну, для плоскоклеточной доказательств особенно убедительных не было, и поэтому у нас был бедный выбор, что касается терапии второй линии. Вот уж революция для меня лично, независимо от рака легкого, пожалуй, в 2000 году примерно случилась, когда, собственно, геном человека был полностью секвенирован. И вы помните, это случилось в частной компании сначала, а потом уже разные консорции мы принимали в этом участие. Но помните, полное секвенирование рака легкого только в 2008-2009 году произошло, только всего лишь 6 лет назад, уважаемые коллеги. И это, конечно, было самым главным, по крайней мере для меня, в области онкологии. Это, в конце концов, привело ко всем тем изменениям, которые мы уже увидели и которые, я надеюсь, увидим скоро. И, конечно, это просто уже факт. Когда мы говорим о мутантах и GFR у пациентов с транслокацией АЛК, мы, конечно, выделяем очень уникальный вид рака. Эта история вовсе не для каждого вида рака, который мы сумеем излечить с помощью таргетной терапии. Понимаете, такой вид рака, он полностью зависит от одного онкогена, от одного изменения в геноме, которое, собственно, влияет на выживаемость. Когда вы выключаете эти сигнальные пути, которые способствуют выживанию, тогда, понимаете, происходит некий коллапс всей этой ситуации. Но эта история, опять-таки, не будет вечной, потому что резистентность возникает, и клетки рака будут, конечно, находить способы выживания. И, в конечном счете, перед нами, конечно, встанет опять проблема приобретенной резистентности. Однако, совершенно мы должны согласиться, я уверен, с тем, что область таргетной терапии – это уже реальность, но в меньшинстве пациентов. Независимо, если мы говорим о раке легкого или, например, о каком-то другом виде солидной опухоли, все равно у нас есть доказательства, что если вы можете определить, что стоит за раком у данного пациента с точки зрения нарушения генома, и если этот драйвер действительно влияет на клетки рака, если у вас есть препарат, воздействовать на него, вы, конечно, тогда влияете на выживаемость. Конечно, вы можете сказать, что я просто говорю вам, рассказываю вам такую приятную уху историю. Это не так, уважаемые коллеги, это совсем не так. Потому что, когда мы смотрим на геномные изменения, которые, например, происходят при аденокарциноме легкого, вовсе не каждый из этих геномных изменений. Ну, посмотрите, например, 30% аденокарцином с K-RAS мутации. Здесь у нас нет, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, нет такого препарата, который был бы достаточно активен для того, чтобы влиять на эти мутации K-RAS. Совершенно правда, что у нас много новой информации, это да. И это добавляет 1-2% в пользу таргетной терапии. Вы помните, что никто еще пару лет назад не мог прогнозировать, что, например, экзон-14, например, в МЭД-гене, это может прогнозировать чувствительность, понимаете, там, скажем, какому-то кризотенибу. Никто не мог тогда, собственно говоря, прогнозировать, кто будет чувствительность к терапии, кризотенибам. И действительно, мы говорили о редких заболеваниях, может быть, только об одном проценте, но в конце концов, все-таки шаг за шагом мы улучшаем ситуацию. Но особенно важно для каждого из вас, для вас, практикующих врачей, для вас, практикующих онкологов и химиотерапевтов, самая важная информация на этом слайде, уважаемые коллеги. Если перед вами опухоль, пациент, у которого есть драйверная мутация, она выявленная, и вы проводите соответствующую таргетную терапию, адекватную, то, соответственно, пациент вот по этой оранжевой линии, это вот когда вы видите на самом деле, если пациент не получает таргетной терапии, именно адекватной, тогда у него выживаемость будет точно такая же, как и у тех, которые не получают такой терапии. Это означает, что вы тогда недолечиваете, собственно говоря, своего пациента. Очевидно, как мы можем двигаться вперед, вот имея всю эту информацию в нашем распоряжении, как, собственно говоря, 360 градусов. Можно ли нам действительно полностью во всем быть адекватными? Это то, что не влияет ли это на клиническую практику так, как нам хотелось бы данные, которые были получены в исследованиях, я покажу вам некоторые из них. Вероятно, они дадут нам возможность оптимизировать проведение таргетной терапии каждому из пациентов с раком легкого. И вот это, собственно, такое консорцию национальное по раку легкого. Обратите внимание, в Великобритании. В Великобритании, они такие традиционалисты, понимаете, они три раза подумают, прежде чем что-то сделать. Но хотел бы вам сказать, что 20 центров Великобритании решили обмениваться информацией по своим пациентам, чтобы все пациенты были в одной базе данных. В настоящий момент у них 2000 таких пациентов с немелкоклеточным раком легкого ежегодно скринингу, собственно, подвергаются. И они пользуются, соответственно, секвенирование проводят. 28 генов этой панели, с помощью которой они проводят определение мутации, делецы и так далее. Что они делают на сегодняшний день? Они, в сущности, собственно, проводят скрининг на таргетную терапию, основываясь на геномных нарушениях. И, в конце концов, у них 22 таких группы. И, собственно, это открытое исследование, постоянно набирающее пациентов. То есть вы постоянно набираете несколько пациентов с одним нарушением геномным, для которого вы точно знаете, что есть конкретный таргетный препарат. И если, например, вам удастся добиться уменьшения опухоли, например, и вообще улучшения выживаемости, это замечательно. Если нет, то если вы не доходите до определенного уровня эффективности, вы, конечно, закрываете эту часть исследования и переходите к новому. Собственно, дам вам представление о том, как это на практике. Обратите внимание, молекулярные нарушения, на которые они в настоящий момент проводят контроль. Последние колонки, столбики, вы посмотрите, собственно, результаты по аденокарциномии. И вы видите посередине геномные нарушения. И вы видите также те продукты, собственно, медицинские, которые используются для терапии. Это то, как мы раньше проводили клинические исследования, то есть несколько иначе, чем это мы делали. Может быть, нам не нужно на самом деле проводить большие рандомизированные клинические исследования, на которые годы, годы уходят для того, чтобы получить окончательный результат. И может быть, более прагматично к этому подходить, более гибко. Может быть, но при этом, конечно, планку эффективности надо повысить для того, чтобы доказать, что какой-то конкретный препарат вполне активен. Еще одна инициатива, уважаемые коллеги, в настоящее время проводится в нескольких европейских странах. Это инициатива, которая называется спектроланг. Это не исследование. Это просто сбор информации из разных стран с использованием Центрального биобанка, который в Париже располагается, в Институте Густава Руси. И принцип здесь такой, собственно говоря. Вы посылаете клиническую информацию, вы отправляете препараты и опухоли, опухолевые вот эти образцы, и как только ИОРТС, то есть, собственно, инфраструктура, в которой этот, собственно, консорциум начал работать, как только клинические исследования, которые рассматривают конкретные геномные изменения, появятся, независимо от линии терапии, сразу же эти пациенты туда включаются автоматически. Еще одна инициатива, но это на национальной, собственно говоря, основе. Вы видите, я начал с международного, и, собственно, теперь перехожу к национальному такому уровню. Это вот во Франции такая инициатива. Вы знаете, во Франции у них есть молекулярная база данных, и она уже, уже есть, уже три года как есть. И они более 20 тысяч пациентов уже включили. И исследования, которые бы они хотели провести, вот для стадии 4 немелкоклеточного рака легкого без ИГФР-мутации, без изменения ALK, они, собственно, получают биопсию опухолевой ткани, и два цикла химиотерапии проводят, два курса. И затем, соответственно, если есть стабилизация или объективный эффект, тогда они рандомизируют на, собственно говоря, на терапию под контролем, или терапию, поддерживающую терапию. И вот должен вам сказать, что, конечно, это приятная история в связи с таргетной терапией, нам всегда очень приятно, но после, через 9, 10, 11 месяцев возникает резистентность, и эта резистентность становится, безусловно, очень критической для того, что, ну и мешает добиться прогрессирования в эффекте. И таким образом появляется вот эта резистентность, и это, конечно, многофакторное явление. Это не просто некое геномное одно какое-то нарушение. Некоторые из этих нарушений, они, понимаете ли, мешают нам достичь определенной цели. Иногда раковые клетки находят какие-то пути обходные и так далее. То есть тем или другим способом мне бы хотелось подчеркнуть, что, безусловно, сейчас необходимо обязательно проводить вторую биопсию при таких опухолях, при рецидиве. И вот это такая движущаяся цель. Это цель, которая требует дополнительного исследования. Здесь не столько денег дополнительных требуется, сколько времени. Надо убедить пациента на проведение второй биопсии, поскольку у вас действительно тогда возникнет возможность и как-то смодифицировать терапию и так далее. Есть разные стратегии того, как можно преодолеть, ну, например, резистентность, приобретенную, скажем, к ингибиторам тирозинкиназы и так далее, GFR. Но я просто хочу сказать, что все больше и больше мы сейчас сосредотачиваемся на таком более сфокусированном подходе. И это приводит, собственно говоря, к использованию третьего поколения ингибиторов тирозинкиназы у тех пациентов, в которых, соответственно, мы находим соответствующую мутацию. Что касается плоскоклеточного рака, меньше становится в числе, ну, по крайней мере, в некоторых европейских странах уменьшается заболеваемость. Это другой тип опухоли, как вы все знаете, и количество мутаций отличается, безусловно, спектр мутаций отличается от таковых при аденокарциноме. И, в целом, общее количество мутаций гораздо выше при плоскоклеточном, чем при аденокарциноме. И, собственно, есть одна инициатива, которая в США была начата, которая показала, что есть три основных, в общем-то, области геномных нарушений. Первое, это связано с тем, что в целом почти у 70% пациентов с плоскоклеточным раком есть какие-то геномные изменения. И эти геномные изменения с точки зрения более высокой встречаемости определяют P53 как основную мутацию. Но если вы посмотрите на то, что же, вот, независимо от P53, например, вы увидите существенный процент мутаций, связанные, собственно, с геном супрессии опухоли. Ну, например, этого не происходит при аденокарциноме. И дополнительно к этому происходит некая кластеризация вот этих образцов. Видите рецепторы тирозинкиназы и рас-мутации, такие же, как... Вот в этом квадратике я хочу как раз показать, собственно, эти гены, где основные мутации происходят. Посмотрите различия между этими генами при аденокарциноме по вертикали и плоскоклеточной по горизонтали. И вы видите четкое различие, когда вы идете наверх, влево или вниз, направо с точки зрения тех генов. Видите, K-RAS гораздо больше, и GFR-мутации больше гораздо, и, соответственно, все остальные, такие как MET, ERP, ERP-2 и так далее. И есть другие... Это вот при аденокарциноме, а, скажем, FAT-1 и НОЧ-1, когда мы говорим про немелкоклеточный рак легкого. Ну что ж, все это вместе привело к тому, что было проведено исследование. Оно сейчас не закончено, в США все еще проводится. И оно показывает нам, что скорость исследований ускоряется. Первоначальный дизайн исследования, или то, что они называли с самого начала, это исследование картирования рака легкого. Вот это исследование такое зонтичное для того, чтобы определить изменения геномные и, соответственно, посмотреть, что может быть использовано в качестве терапии второй линии для плоскоклеточного, не мелкоклеточного рака легкого. И, соответственно, посмотреть, что можно делать в случаях разных ситуаций. При плоскоклеточном раке Неволюмап стал использоваться и стал одним из игроков. Он был одобрен. И таким образом, я вот показывал вам дизайн исследования, это именно поэтому таков дизайн исследований. Кроме того, Пи-1-3 киназа, например, ЦДК-4 и, соответственно, и другие дефекты рекомбинации. Вот все они в настоящий момент исследуются на момент, кто из них подойдет лучше. Первоначально в качестве одной группы, и только когда достаточный уровень эффективности будет показан, только тогда пациенты будут рандомизированы на конкретные виды терапии по сравнению со стандартной терапией. Есть стандарт терапии, который теперь уже не химиотерапия. Посмотрите, с другой стороны, пациенты, у которых нет таких геномных нарушений, если это, например, наивные с точки зрения чекпоинта, они получают комбинацию двух, либо они будут получать комбинацию двух таких вот иммунных по сравнению с химиотерапией. Я просто хотел вам дать представление о том, что происходит в мире в настоящий момент в деле исследования рака легкого. Собственно говоря, когда, например, завтра, вы возвращаетесь к себе в отделение, перед вами эти 100 пациентов с метастатирующим раком легкого, и только, может быть, 13 из ваших пациентов получат пользу от таргетной терапии. Понимаете ли, для большинства ваших пациентов химиотерапия все равно будет, конечно, терапия выбора. Ну что ж, понятно, что мы понимаем, что в ближайшие 10, 15, 20 лет химиотерапия все еще будет продолжаться нашим основным видом терапии. Ну что ж, еще одна область. Ну, не единственная, правда. Может быть, для того, чтобы осуществить и выполнить ту всю информацию, которая за последние пару лет появилась по поводу иммунных чекпоинтов, я не повторяю то, о чем вы знаете. Невозможно, конечно, проводить встречу по онкологическим темам и не упоминать вот эти иммунные чекпоинты. Поэтому я не повторяю методику того, как используются эти иммунные опорные точки или чекпоинты. Конечно, возникают вопросы, понятно, появляются эти препараты, они стоят денег, они одинаково эффективны для всех. Возникают много трудностей. Например, скажем, PD-L1, его экспрессия как биомаркер. Здесь тоже проблема. Меня вообще сводит с ума следующее. Я смотрю иммунную систему, на иммунную систему, как на PH-баланс. Биологическая система, которая очень отрегулирована, зарегулирована. Как же можно получить образцы одного года, например, позапрошлого года, и пользоваться этими образцами для того, чтобы руководить терапией через год, когда иммунная система может вообще уже отличаться от того, какова она была полтора года назад. Так что очень много технических вопросов, которые, вообще говоря, очень смущают. Я бы сказал так, что PD-L1, его экспрессия, я рассматриваю это так же, как мы пользовались клиническими факторами для того, чтобы найти пациентов с мутацией АГФР. Мы считали, что есть некоторое обогащение, что называется, по всем этим факторам. Но все-таки до совершенства им далеко. И сейчас прошло уже 10 лет, и пользоваться биомаркерами мы находим себя в той же самой ситуации, потому что большинство пациентов, ой, простите, большинство фармацевтической промышленности приходят и говорят, но ведь есть эффект и у PD-L1 негативных пациентов, да, да, это так, но их гораздо меньше. То есть, видимо, есть что-то еще, это очевидно. И почему именно эти иммунные чекпоинтные гораздо более активны именно при плоскоклеточном раке, скорее, чем при других неплоскоклеточных. Поэтому надо, конечно, безусловно, все время все анализировать. И, например, нужно понимать, что для того, чтобы получить иммунный ответ, необходимо, соответственно, нужно иммунный инфильтрат получить. А если иммунный инфильтрат, то это означает, что препарат, соответственно, будет неактивен. И в сущности мы можем сказать, что количество CD4 положительных лимфоцитов на крае опухоли показывает, собственно, прогнозирует ответ на PD-L1 иммунный чекпоинт. И вот эта работа, которая в Nature была опубликована два года назад, уважаемые коллеги, если у вас нет иммунного инфильтрата, это означает, собственно говоря, данные связаны с меланомой, это не рак легкого. Хорошо? Но хорошо, вы скажете, меланома – это перфектная, совершенная система, гораздо более совершенная, чем рак легкого. Но если у вас нет такого вот инфильтрата, то не будет клинического эффекта. Может быть, это неверный, может быть, это просто иллюзия, может быть, это не так. Но факт остается фактом, что количество мутаций с точки зрения, соответственно, скажем, какие-то мутации дают возможность прогнозировать лучший ответ и так далее. А просто подсчет PD-L1 – это уже является определенным прессом. Конечно, все эти данные надо проспективно проверить, безусловно, подтвердить. Но кроме того еще и вот эта антигеновая нагрузка – это еще один способ того, как посмотреть на возможности вот этой информации. В сущности, если, например, мы сравниваем здесь эффект с точки зрения resist по resist критериям, если мы смотрим на количество мутаций, мутационной нагрузки при каждой отдельной опухоли, то мы видим вполне хорошую корреляцию. Но, опять-таки, вы видите, например, вот в журнале Science вы можете прочитать всю статью от начала до конца, и, может быть, вы что-то еще в ней увидите, кроме того, о чем я упомянул. Ну что ж, а теперь, если мы посмотрим, что ждет нас впереди. Ведь надо начинать с пациента, уважаемые коллеги. Надо начать с опухолевой ткани. Мы должны, конечно, сначала систематически описать всех этих наших пациентов. С точки зрения, конечно, качества, я не говорю уже с количественной стороны. Мы должны определить цель. Мы должны, конечно, таким образом, соответственно, соотнести ее соответствующей таргетной терапии. Собственно, это идеальная цель такова, не так ли, уважаемые коллеги? Ну вот, представляется, что мы говорим с вами о чем-то очень новом, что что-то выглядит, как если бы мы заглядывали в будущее. А на самом деле, в 2000 году, вот, в CDC, в этом отделении геномики, разработали, собственно, рамки для рассмотрения возможности валидации и использования появляющихся генетических тестов. К сожалению, у меня нет времени обсудить это с вами подробно, уважаемые коллеги. Разумеется, мы сейчас говорим о раке легкого. Когда мы говорим об аналитической валидации, о клинической полезности, о применимости в клинической практике, что я могу вам сказать? Конечно, вот эта вся история с биомаркерами – это, знаете, дополнительная боль головная. Это может быть связано с тем, что, независимо от того, во что каждый из нас верит по отдельности, рак является генетическим заболеванием. Лечение рака очень дорогостоящее везде, во всем мире, в любой стране. Молекулярное фенотипирование на сегодняшний день – это относительно дешевое упражнение на сегодняшний день. Это такая таблица изменений геномных и их количества для разных солидных опухолей. И, к сожалению, рак легкого здесь, вот видите, как раз именно здесь. Это тот вид опухоли, который характеризуется большим количеством геномных нарушений. Если есть геномные нарушения, это означает, что коррекция ДНК не работает так, как следовало бы. Если, соответственно, коррекция ДНК не работает, значит, мы должны найти какой-то способ того, как восстановить эффективность этого механизма коррекции ДНК. Вот это длинный-длинный перечень разных сигнальных путей, которыми ДНК пользуется для того, чтобы коррекцию провести разных нарушений. И я могу прогнозировать, что, например, вот эти двухцепочечные разрывы – это, может быть, будет одним из путей, которые будут использоваться все больше и больше при выборе и подборе таргетной терапии в ближайшем десятилетии. Следующий момент – стоимость такого анализа геномного снижается, причем быстро. Это то, что мы называем, ну, это обычное дело. Со временем все больше и больше мы получаем разных возможностей, объем увеличивается, и стоимость становится не такой оглушительной. Ну и стоимость лечения рака также становится дешевле. Но это то, что в настоящий момент мы не можем себе позволить, если мы не будем идти путем определения биомаркеров. То есть мы должны искать новые виды терапии и использовать их только тогда, когда у пациентов есть соответствующие биомаркеры с тем, чтобы использовать дорогостоящую терапию там, где она принесет пользу. Понятно, что мы должны быть более адекватными. Мы смотреть должны не только на геном вообще, но и систематически на транскрипцию генную и на изменение белков внутри раковых клеток. Таким образом, мы все больше и больше смущаемся сложностью самого этого проекта. И в конечном счете так представляется, что в конце всей этой истории, уважаемые коллеги, понимаете ли, мы не можем пока еще видеть что-то вполне определенное такое, разумное, реальное. Конечно, много идей, которые мы, безусловно, должны помнить. Трудностей очень много. Когда мы говорим об изменениях геномных, мы, в принципе, говорим о событиях очень низкочастотных. То есть это небольшие подмножество маркеров. И таким образом мы говорим, безусловно, как следствие, ограниченное количество препаратов. Но, разумеется, вот этот принцип сейчас все больше и больше развивается, это последняя часть моего выступления, это то, что мы называем генетическая сложность. То есть, когда мы говорим о гетерогенности внутриопухолевой и гетерогенности между разными опухолями. И я приношу свои изменения из-за того, что я пользуюсь макинтошем, поэтому у меня некоторые слайды, может быть, идут в каком-то не том порядке, в каком следовало бы. Но, во всяком случае, если мы согласимся с тем, что мы до сих пор обсуждали, это можно рассматривать как некий путь. Но мы принимать должны во внимание, безусловно, два основных пути сигнальных. Первый связан с гетерогенностью внутри опухоли. Это играет роль, безусловно, в прогрессировании опухоли и в эффекте терапии. И профилирование иммунное, безусловно, и маркеры этого. Но как все это можно сочетать? Сочетать можно разными способами. Во-первых, жидкостная биопсия. И, соответственно, мы тут говорим о ДНК и говорим, конечно, об опухолевых клетках, кровотоке и так далее. И, конечно, мы должны, безусловно, изолировать соответствующие элементы в периферической крови. Почему я это упоминаю? Поскольку гетерогенность внутри опухоли и клональная эволюция – это то, на чем мы должны сосредоточиться более подробно, больше, чем мы делали раньше. Даже в той опухоли, которая не лечена еще, есть гетерогенность клональная, есть некоторые клоны, которые, собственно, приводят к появлению внутренней резистентности. И есть клоны, которые чувствительны к химиотерапии, к таргетной терапии. Но, кроме того, есть еще и микроокружение. И я возвращаюсь опять к иммунному ответу. В момент, когда мы видим рецидив у пациента, возникают некие клоны, которые приобретают такую вот, собственно, альтерацию, такие изменения, которые будут способствовать пролиферации опухоли. Но могут появиться также и такие клоны, которые будут связаны с внутренней резистентностью. Возникает дилемма, почему опухоль, собственно, например, распространяется в мозг, а другая в опухоль, извините, в кости или, например, в печень. И вот еще одно практическое замечание. Почему нужно проводить целый ряд биопсий? Почему вообще нужна биопсия при рецидиве? Вот это самая главная тема моей лекции на сегодняшний день. Вторая биопсия при рецидиве. В момент диагностики вы проводите вот такой, собственно, контроль. Вы просто получаете представление о том, что в этот конкретный момент происходит. Некий снимок и больше ничего. Вы не знаете, что за этими клонами стоит. Ничего, что может вообще способствовать опухоли, когда еще опухоль была совсем микроскопическая. Мы не знаем, это ничего нам не говорит о том, какой будет опухоль при рецидиве. И вот это самая главная тема, которая исходит из понимания динамики развития опухоли. Еще одна история. Вот этот большой такой, знаете ли, источник, периферическая кровь, она дает нам возможность посмотреть на ДНК, собственно говоря, и посмотреть разные, собственно, источники. Вот примеры. Мне повезло. Я работаю в таком отделении, в котором в университете Турина. И мы инвестировали большое количество ресурсов. Это, правда, в основном колоректальный. Рак, жидкостная биопсия. Она очень помогает при разных опухолях, при разных болезнях, в разных ситуациях. Мне хотелось бы дать вам один пример, уважаемые коллеги. Вот то, что мы видим в клинике. Вот у нас есть такой молекулярный биолог, доктор Бордели. Вот он, собственно говоря, разработал такой вот подход. И здесь колоректальный рак лечили цитоксимабом. И посмотрели, собственно, профилирование молекулярное у пациентов. И вот автор этой статьи сумел за 11-15 месяцев до клинического прогрессирования, до прогрессирования молекулярного, при появлении, вот, понимаете, это метаамплификации, рас, мутации и так далее. То есть он сумел определить все это заранее. Это то, что в ближайшее время, конечно, изменит наш сам подход к клинической практике. Но не только это. Даже если вы посмотрите на ДНК с мутацией в кровотоке, вы можете легко прогнозировать. И вот это совсем не недавняя работа. Работа в 2008 году была опубликована, как вы видите, полностью удаленная опухоль. Теперь вы можете предсказать рецидив заболевания, просто посмотрев на мутацию ДНК в кровотоке. Хорошо, вы скажете, ну что ж, вы, уважаемый лектор, в основном говорите об опухоли. Вы говорите также о микроокружении, только очень мало об этом. Ну что ж, даже в моноциты, в макрофаге, в нейтрофилы, окружающая опухоль, тут есть геномные нарушения, которые напоминают те, которые мы видим в самой опухоли. И они говорят нам о том, что есть кросс-сток между опухолевыми клетками и опухолевым микроокружением. Мне хотелось бы закончить, уважаемые коллеги, сказав следующее. В США они называют 4П прецизионной медицины, основные столпы. Прецизионная медицина, она, безусловно, должна уметь прогнозировать, безусловно. И она, безусловно, должна быть на пользу профилактики. Безусловно, это должно обеспечить индивидуальный подход и такое вот участие пациентов также. Эти 4 основных П, потому что все эти слова в английском начинаются с буквы П. Если мы посмотрим на то, как, собственно, болезнь в настоящее время классифицируется, ведь, в принципе, мы пользуемся разными клиническими данными, методами визуализации, радионуклидами и так далее, и так далее. И, конечно, полностью разделяем, уважаемые коллеги, ваш личный опыт, как правило. И обычно мы понимаем, что нет взаимодействия между молекулярной биологией и клинической химиотерапией. То есть, получается, что эти специалисты работают совершенно, как бы, каждый отдельно, независимо друг от друга. Кроме того, есть специалисты, которые смотрят на геномику, там, метаболомику и так далее. И, в общем-то, они все работают в своей области, друг с другом, про чьи, что не говорят. Вот в чем вопрос, уважаемые коллеги. Мы мало общаемся между специальностями. Какие же решения могут быть предложены? Конечно, мы должны интегрировать все это в одно, между клиническими данными, молекулярными данными. Вот видите, все эти спутники, которые находятся вокруг вот этих основных сфер, для того, чтобы действительно получить общие данные, интегрированные данные для наших пациентов. Вероятно, у вас возникает ощущение, что вы слушаете меня сумасшедшего. Уверяю вас, я предлагаю вам нечто, собственно говоря, чем вы пользуетесь каждый день. Каждую минуту вашей клинической практики вы этим пользуетесь. Уверяю вас, уважаемые коллеги, каждый день это просто-таки точно Google. Это то, что вот эти карты Google нам дают. Это то, что вы видите в своих мобильных телефонах. Все, что вы видите на ваших этих девайсах, это разные слои, собственно, интеграции информации. В конечном счете все это. В сущности, вы просто считываете результаты и все. Но на самом деле за всем этим стоят многие слои разной информации, которые за вас интегрируются. Поэтому я вас просто прошу так же делать и в своей клинической практике. Для того, чтобы этот принцип продвигать вперед, а его надо продвигать, уважаемые коллеги. Клиницистами надо продвигать и продвигать теми людьми, которые жизнь посвятили науке. И не нужно оставлять это в руках, понимаете ли, частных бизнесменов, поскольку это становится очень рискованным делом. Я только что приехал из США, уважаемые коллеги. И одно из очень важных инициатив США, возможно, вы знаете, конечно, вы знаете, это бывший руководитель одной фармацевтической компании руководит. Это так называемая ракета. Мы победим рак в 2020 году. Такой проект лунный, что называется, относительно рака. Но вот это опасно, уважаемые коллеги. Потому что если наука не будет контролировать прогресс, наука вообще, в целом, тогда, вероятно, мы не в правильном направлении движемся. Если кто-то будет нам говорить плоскоклеточный или не плоскоклеточный рак, мы побеждены тогда, мы проиграли. Это еще одна вещь, которую я бы хотела с вами поделиться, чтобы вы это запомнили. Еще один момент. Не сдавайтесь, уважаемые коллеги. Даже если вы стоите перед пациентом, который умирает, не сдавайтесь. Может быть, вы на завтра, может быть, вы найдете через секвенирование второго поколения как будто в одном процессе, одно геномное изменение, один препарат, который вашему конкретному пациенту изменит вообще представление о жизни и самую жизнь. И последнее, что я хотела вам сказать, уважаемые коллеги, и вы знаете, что я президент, и я ЛСЛС. И вот от имени этой организации я приехал в том числе на вашу встречу, потому что я хочу, чтобы было бы больше российских членов в нашем сообществе. Это, собственно, сообщество номер один в мире для тех, кто занимается таракальной онкологией. Это общество, моя работа в ближайшие четыре года. И цель моя сделать так, чтобы это общество разговаривало с политиками на уровне каждой страны, для того, чтобы мы смогли бы добиться того, чтобы каждый пациент мог получить необходимый препарат. Но для этого нужно быть членом этого сообщества. Я должен понимать, что за мною стоит много-много коллег, которые единомышленники, потому что только так мы сумеем добиться другой ситуации. И в ближайшее время, безусловно, мы увидим много пользы от такого сотрудничества, потому что общество ведь это не только публикация. Вы знаете, здесь много разных преимуществ, если вы будете членами этой организации. Понятно, что очень многие встречи, вебинары и так далее для вас бесплатно, вы можете принимать в этом участие. Мы хотим увеличить число коллег, которые работают в этом сообществе. Из всех-всех стран, восточных, западных, северных, южных, все, кто работают в этой области, все, кто хотят добиться успеха лечения. Спасибо, уважаемые коллеги.